Изображение есть, давайте я приглашаю, собственно, Пётр, наш технический директор, присаживайся, и вебинар будет вести Александр и наш директор по стратегическому развитию. Друзья, всем привет! Немного непривычная роль, собственно, выступать на вебинаре. Давайте я представлюсь. Меня зовут Александр И, 35 лет, родился живу в городе Новосибирске. Собственно, занимаю должность директора по стратегическому развитию, но приходится совмещать намного больше должностей. Если кратко о себе, о неком опыте об образовании. Первое высшее образование – прикладная информатика в экономике Новосибирских государственных университет экономики и управления. Второй диплом – это, собственно, НГУ – инновационный менеджмент. И был у меня опыт работы в правительстве Новосибирской области. Собственно, занимался вопросами электронного правительства. Там получал образование, еще стратегический и инновационный менеджмент в государственном и муниципальном управлении. Начинал я свою карьеру в компании «Ренет». Это дочерняя компания «Ростелеком». Собственно, пришел туда на должность инженера-программиста. Ну и достаточно быстро там продвигался. И, на самом деле, очень такое прогрессивное было руководство. Это компания, во многом благодаря которой в Новосибирске появился интернет. И много сервисов таких передовых мы запускали на тот момент. То есть это уже больше 15 лет назад было. То есть систему сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности через интернет. То есть я там получал сертификаты, обучался в удостоверяющем центре. И тогда это было в новинку, такая экзотика, что такое электронно-цифровая подпись. Бухгалтеры не понимали, что реально можно сдавать, не ходить в налоговую, не отправлять по почте эту отчетность. А мы это развивали. И на самом деле компания работает до сих пор. Также я был руководителем одного из первых колл-центров аутсорсинговых в Новосибирске. У меня была такая визитка. Там было написано «руководитель контакт-центра». И я ее никому не давал, потому что приходилось очень долго объяснять, что это такое. Сейчас для всех это очень привычные вещи. Ну и много в моей деятельности было такого, когда, ну скажем так, мы предугадывали некие тренды. То, что через 2-3 года становилось массовым на рынке. Затем я работал в правительстве Новосибирской области, в отделе информатизации и связи. Собственно, занимался проектированием инфраструктуры электронного правительства. И потом, ну я не сильно долго там проработал, чуть больше года, потому что это, наверное, не моя какая-то стихия. Я все-таки больше ориентирован на результат. И, ну, основной такой заслугой, если я считаю, это то, что во многом благодаря мне появился целый департамент. То есть был отдел, появился целый департамент информатизации и связи в Новосибирской области. И, ну, там, бюджет увеличили, да. Потому что на тот момент, когда я работал, в Новосибирске был отдел, и там 70 миллионов рублей на год годовой бюджет. Ну, чтобы вы понимали, в масштабах области это не очень большие цифры. В то время в Татарстане уже там бюджет был миллиард, и было целое министерство с огромным штатом, которое занималось вопросами электронного правительства. Затем я возглавлял направление онлайн-исследований достаточно крупной маркетинговой компании и вел ключевых клиентов. Мегафонд, Бирбанг, Дубльгист и так далее. Для них мы проводили, собственно, маркетинговые исследования, онлайн-исследования и так далее. Потом больше у меня было своего такого бизнес-опыта. И больше года назад, собственно, благодаря Алексею мы создали вот проект DJU. В котором сейчас, собственно, весь мой фокус внимания, вся энергия сосредоточена. Я так вкратце представился. Больше сегодня все-таки будет говорить Петр в формате, в таком мы сегодня пообщаемся, интервью. Я буду задавать Петру определенные вопросы. И в конце будет вопрос-ответ, который вы будете, собственно, вопросы писать по ходу вебинара. А я в конце буду зачитывать, ну и мы будем отвечать. Петр, ну, наверное, первый тогда вопрос к тебе. Представься, пожалуйста, расскажи о себе. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне так вас называть, ибо все вы, мы, и вы в том числе, вольно или невольно, являетесь участниками рынка искусственного интеллекта. И даже если вы об этом еще не знаете. Вот. Ну, собственно, да, о себе программировать я начал с седьмого класса. Как раз, когда узнал данный термин, понял, в чем, наконец-то, мое призвание. До этого не мог сформулировать. Толчком во многом послужила для меня книга «Тогда придет электронный джентльмен». Довольно старая книга, которая уже в то время предсказывала приход и во все сферы нашей жизни. Вот. Собственно, затем я, в целом, целенаправленно отучился на программиста в НГТУ на факультете прикладной математики и информатики. И, собственно, оба моих диплома, бакалавриат и специалитет, были посвящены нейронным сетям. Достаточно популярная задача и сейчас в России, и на тот момент, это компьютер-вижен. Собственно, это распознавание образов с помощью компьютерных сетей. То есть я решил задачу, когда компьютер понимает, что нарисовано на картинке. И обратная задача для меня была очень интересна. Это стигонография, сокрытие информации в изображении. Таким образом, чтобы человеческий глаз не мог его распознать. Ну, собственно, оба диплома защитил. И, собственно, дальше пошел уже в промышленную разработку. Я работал как в госкорпорациях, так и в крупном бизнесе. Это Сбербанк и его дочернее инженерно-техническое подразделение Сбербанк Технологии. В какой-то момент самая крупная IT-компания в России. Более 10 тысяч человек там работало. Ну и, собственно, в телекоме. В разное время как с IP-телефонией, так и в Билайне. Ну, там даже не с мобильной связью, а с бигдатой. Вот. Ну, такое, наверное, вступление. Ну, может быть, больше тогда про твой опыт профессиональный. Сейчас уже никаких комплайнсов. То есть мы раньше хотели, собственно, этот вебинар устроить, но были определенные там обязательства с Билайном по неразглашению информации. Сейчас уже этих обязательств нет, поэтому мы уже так достаточно открыто сейчас это все освещаем. Расскажи про какой-то свой предыдущий опыт. Особенно, наверное, интересен опыт, связанный с бигдатой, с мошленингом, с искусственным интеллектом. Да. Ну, собственно, в целом, если говорить о профессиональной деятельности, в рамках всего жизненного пути разрабатывал, собственно, бизнес-критикал-системы, которые должны быть отказоустойчивы, масштабированы, безопасны и так далее. Но в полной мере, да, я бы сказал, я прочувствовал это как раз Сбербанк-технологии, у которого огромные потоки данных, большие требования к надежности, отказоустойчивости, масштабируемости. Ну, собственно, у Сбербанка только активных клиентов более 200 миллионов. И Сбербанк-технологии является, на самом деле, пионером как в бигдате, так и в России. И он построил сначала платформу для распределенного хранения и обработки данных, а потом целую экосистему, которая живет на этой платформе. Ну, платформа, конечно, занимается, прежде всего, финансовыми операциями различными. То есть, это, понятно, выдача кредитов, оформление депозитов и так далее. Конкретно мы работали с международным стандартом финансовой отчетности. Это проводки, счета, открытие счетов в соответствии с ними. Если вы приходили, на самом деле, в офис Сбербанка и пытались открыть карту, то одной из систем, оконечной, центральной, являлась в том числе разрабатываемой нами аккаунт Инжайн. То есть, Инжайн, механизм, который работал с проводками, со счетами. Собственно, в Сбербанке я именно работал с тем, что называется BigData, большие данные. Но это, прежде всего, данные, которые измеряются петабайтом, десятками, сотнями, тысячами петабайт. Такие данные характерны тем, что их уже невозможно не хранить на одном сервере, в том числе, супер каком-то сильном. То есть, в какой-то момент у Сбера стал такой вызов, что, например, IBM сказал, что мы не можем вам сделать такой мейнфрейм, на который бы поместилась, в принципе, ваша база. И вот с тех пор в Сбере очень активно стали развиваться распределенные хранилища. Вот. Собственно, да, после Сбера, где была у меня только BigData, и, я бы сказал, ограниченный круг задач на работе с финансовой информацией, я перешел в Билайн, где уже возглавил отдел 60 человек, собственно, в департаменте больших данных и перспективных разработок. Департамент, по факту, занимается как раз BigData, то есть то, что собирает, аккумулирует, чистит данные и предоставляет их затем всей компанией в целом, всей сервисом и многим конечным потребителям в разнообразной форме. И, собственно, здесь же, в Билайне, в этом департаменте, в моем отделе в том числе, занимается и машинным обучением. Вот. Ну, собственно, мы делали разнообразные модели машинного обучения. Из последнего, то, что мы успешно сделали, защитили, получили одобрение от руководства, это, ну, нами была перезапущенная инициатива BigDataLab, BigData-лаборатория, да, совместная инициатива с НГУ и также BigData, собственно, лаборатории НГУ и Билайн. А в рамках этой инициативы мы разобрали несколько бизнес-кейсов, то есть привлекали самих бизнес-заказчиков, конечно, чтобы они формулировали нам задачи, а мы, на самом деле, рассказывали о тех возможностях, которые предоставляет BigData и искусственный интеллект бизнеса, поскольку бизнес у нас все-таки еще не в полной мере или в малой степени даже осознает все возможности искусственного интеллекта. В результате мы, собственно, успешно сделали эти кейсы, получили там мои ребята там сертификаты о том, что они теперь сертифицированные специалисты, собственно, и бизнес получил тот результат, который хотел, в частности, там, в модели оттока, например, клиентов. И в результате, на самом деле, этого кейса такой условили интересный результат, что заказчик был очень сильно вовлечен, и от него получили обратную связь, что он понял, да, какие задачи могут быть сформулированы для ИИ искусственного интеллекта, и сам даже стал, на самом деле, разрабатывать модельки, наиболее простые, которые возможны были. Вот, наверное, вкратце, тот опыт, который я получил в Дилайне. Ну, наверное, расскажи свое видение того, что сейчас происходит в сфере искусственного интеллекта, над чем сейчас работают, ну, крупные корпорации, наверное, не только российские, а вообще в мире, основные тренды, и на каком это, примерно, уровне сейчас находится. Да, ну, если говорить в целом, да, состояние рынка и в мире, да, то мы наблюдаем сейчас третью волну успеха искусственного интеллекта. Уже были в 50-х годах, затем в 70-х, в 90-х, такие оттепели, локальные проявления и в корпоративном рынке, там, в банках, в финансах. Вот, однако они в полной мере не смогли развиться, поскольку, ну, собственно, не сошлись еще три основополагающих фактора для того, чтобы ИИ по-настоящему стал успешным и стал проникать во все сферы жизни. Первое – это, собственно, мощности вычислительные, которые растут в последнее время, ну, на самом деле, на геометрической прогрессии, можно сказать, именно в области ИИ. А второе – это мощности по хранению данных, стремительно не дешевеют, с одной стороны, источники хранения данных, а с другой стороны, появились именно технологии распределенного хранения, которые позволили обрабатывать гигантские объемы данных эффективно. И третьим фактором оказалось, что каналы связи, наконец-то, подошли к той точке, когда можно огромные объемы данных как получать от абонентов конечных, соответственно, затем их накапливать, так и передавать между вычислительными и узлами хранения. Вот. С точки зрения, соответственно, там, если мы посмотрим на тех корпораций и игроков рынка, которые сейчас есть, безусловно, одну из лидирующих ролей там занимает США со своими фейсбуками, гуглами, которые одни из, ну, Амазон еще, одни из основных консолидирующих центров этих данных. Вот. Соответственно, за ними стал очень быстрыми темпами расти Китай, как с точки зрения железа, так и с точки зрения, там, также математики, алгоритмов. И одним из серьезных, на самом деле, третьим игроком на этом рынке быстро развивающимся является Россия, которая, безусловно, значительно выступает по железу. Собственно, и США, и Китай не имеют своей элементной базы. Но до сих пор выезжает за счет, собственно, сильной математической школы и за счет, в итоге, алгоритмической базы, которую мы разрабатываем. Ну, и в ряде направлений, там, компьютер, вижн, анализ естественных языков, NLP, мы занимаем, ну, там, первые позиции, допустим, во многих рейтингах, в соревнованиях, вот, в том же, там, мнисти, там, соревнования, которые производятся постоянно с распознаванием изображений, мы стабильно, в общем-то, как Россия занимаем, там, первые строчки и, там, наши компании, которые есть в России. Вот. Продолжение следует...